Добро пожаловать в Warface, братишка! Добро пожаловать в Warface, братишка! Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги! С вами Моркер, а также Капитан Очевидный! Здоровенько всем! Красавцы! Сегодня первым делом хочу поздравить прекрасную половину человечества с Международным Женским Днём! А пожелать сегодня хочется вам самого главного! Быть здоровыми и, конечно же, быть любимыми! Чтобы каждый день вы чувствовали, что вы кому-то нужны! И помните, что даже если этот человек сегодня не рядом, или вы с ним ещё не познакомились, то поверьте, он существует на этом свете! Ведь, по сути, вся жизнь мужчины, прежде всего, все его стремления, все его достижения, все его покорения, всё это направлено для того, чтобы привлечь именно ваше прекраснейшее внимание! Аж, сука, каблуком запахло! Это ещё что-то? Да, Ямба, я пошутил! Дорогие женщины, мы вас очень любим! О, другое дело, да! В общем, дорогие мои девушки, девочки, женщины, прекрасные наши, поздравляем вас от всей души! Ну, а мы, собственно говоря, приступаем! Приступаем к разбору ПТС! И вот вопрос, о чём я там хотел сказать? Кэпчик? Наверное, ты хотел рассказать про Седа! Во! Во-во-во-во! Это ты совершенно правильно, правильно подметил, заметил, предложил! Итак, друзья, Сед! Сед, это, как вы знаете, ошибка! Ошибка вообще наших разработчиков за 8 лет игры практически! Одна из самых больших! Они, конечно, говорят, нет! Вот это, как бы, это новый гейм-экспириенс! Но этот гейм-экспириенс в основном выражается в том, что форум просто, сука, загружен сообщениями, темами и банами о том, что Седа нахрен вообще ввели, и, пожалуйста, выведите, выпилите его из игры раз и навсегда! Запретите на РМ, запретите на ПВП, кто-то даже предлагает запретить на ПВЕ, хотя вот я считаю, на ПВЕ ему самое место, и вот больше, кроме как на ПВЕ, его никуда выпускать не надо! Однако наши разработчики считают иначе! Поэтому они ввели на Седа новый комплект брони под названием «Ртуть» и новый же пулемёт под названием «Гибрид!» Что касается брони, это говно! Сразу просто говорю, чтобы вы понимали, броня полное дерьмище, и по факту превращает Сед по бронированности, ну, в какого-нибудь штурмовика! Не, ну, чисто так, теоретически, скажем так, механически, математически более, конечно, бронированным, но на практике это никак не выражается. Как только вы надели «Ртуть», вас все ваншотят голову, либо убивают очень быстро, вас все прекрасно снайперы ваншотят, вас инженеры-штурмовики сбривают, как нихрень делать, для медика вы вообще просто изи-катка, изи-цель. И тут кто-то скажет, а как же более высокая подвижность? Дорогие мои, какая там нафиг подвижность? Штрафы как были, так и есть. Штрафы к движению боком, к стрейфам, как были, так и есть. То есть Сед как был не мобильным, так и остался. Он только по прямой стал бегать быстрее, и то медленнее, чем все остальные другие классы. То есть «Ртуть» это полная фигня, это картонный сет, который убивается, ваншотится и так далее всем, кем только можно. А мансануть он нормально все равно не может. Поэтому «Ртуть» это дерьмище, то есть это фигня. Поэтому сразу говорю, вашего внимания не стоит. А вот пулемет-гибрид другое дело. Казалось бы, вроде никаких космических ТТХ, Однако, он на практике, пожалуй, мне так кажется, лучший из пулеметов. Сбревает реально классно, сбревает реально быстро. Единственный его существенный недостаток, он быстро перегревается. Но на практике его запаса, скажем так, кондиционера вам вполне хватит. Вот только проблема в том, что в сочетании с классической танковой бронёй сета, То есть с классическим сетом, который все сейчас используют, Сет будет ещё больше разрывать пуканы на рейтинговых матчах и пабликах ПВП. И вот в этом моменте я просто, ну вынужден, я считаю, обязан попросить разработчиков сделать следующее. Наконец-то показать свои стальные яйца, которые вы вроде всегда пытаетесь продемонстрировать, И выпилить нахрен этого сета вообще со всех ПВП. И Эрема, и с пабликов, вот очень хорошо он зашёл, там все его любят, никто на него не жалуется, на ПВЕ. Вось, пусть там и обитает, вот тут честно, вот дорогие разработчики, вот тут нахрен не нужен. Не эстетически, вообще вот этот вот робот-киборг, бегающий на ПВП, это бред. Его способности, его броня, то, что он так раздражает игроков, это тоже бред. Поэтому прошу учесть, принять ко вниманию, можно провести опрос, таки да. Именно среди тех, кто больше играет ПВП, внутриигровой, вне зависимости, человек там, какого ранга и так далее. Если он играет именно ПВП, преимущественно на его аккаунте, он заходит в игру, у него появляется окошечко. Мы хотим выпилить сета со всех режимов ПВП, вы согласны, не согласны? И вот пусть проголосует, узнаем правду, да. Тут, пожалуй, ебутеньте, я с тобой даже соглашусь. А что скажешь про новую карту? О, это шоколадно, капитан, очевидно. Ребята, таки да, новая карта, это, ну, ну, персик, именно новая. Это никакой не 2.0, поверьте мне. Совершенно новый дизайн, графический, приятный, геометрический, практический, нагибический. Короче, взяли чёрное золото, переделали пленты, все пленты теперь ровные, никаких ям, никаких крысиных там будок, ничего нету. Пленты почти открытые, только чуть-чуть так символически обведены какими-то мешками там, ящиками и так далее. Все крысиные нычки, вот эти заборы там по метров по 15, где везде можно сидеть, вот это нахер всё выпилили. Вышки половину закрыли, те вышки, которые остались, они достаточно такие, ну, хорошо видно, хорошо туда стрелять, убивать тех, кто там находится. Короче, всё крысовство на карте нахрен выпилили. Прострелы под машинами, всё это закрыли, сделали грамотно, нормально. На третьем пленту, там вот это высокогорье, там нефтяная вышка какая-то и оттуда, там тоже все крысиные, тоже нахрен всё убрали. Этого теперь всего нет. Штурм теперь играется раза в два быстрее. Большинство игроков вынуждено рашить. Те, кто не рашут, либо особо вообще не участвуют в бою, либо в итоге вынуждены ливать. Ливать, кстати, чаще. А теперь не будут, сука, столько крысокемперы обитать в этом режиме. Во всяком случае, на этой карте, да. Карта очень изменилась, понимаете, по своему типу. Знаете, это совершенно другая карта, потому что она совершенно другая по геймплею, она совершенно другая по ощущениям, она совершенно другая даже графически. И я не в том плане, что графически как бы более современной текстуры. Нет, дело не в текстурах. Дело в том, что классическое чёрное золото, это какая-то пустыня, да, это вот какой-то там ближний восток, типа такого. А вот эта карта новая, она совершенно по-другому выглядит. То есть, вообще как-то вот нестандартно, совершенно нестандартно. Другие тона, нету вот этого много пустыни, вот этого всего. Она какая-то более зелёная, живая такая, сочная, насыщенная. Поэтому, ребята, отвечаю, вот чёрное золото, это реально годно, это даже не какая-нибудь переделка, это реальная, офигенная, новая, подчёркиваю, новая карта. Блин, прям интересно стало. А что там по скинцам? Они годненькие? Капитан, очевидно, что касается скинов, я тебе скажу так. По моему мнению, получился годный реально гексагон, я считаю, это топ скины. И, в принципе, хороший тоже годный получился некрополь, некрополь хорошая. Скины Гаргона, это, так знаете, вот такая бескусица, это вот а-ля Свинта Клаус. Дерьмище полное, мне не понравилось. Сегодня такой, я резкий в высказываниях, но я как говорю, вот так и думаю. Гаргона говно, гексагон топ, вот самый стильный. Как бы многие скажут некрополь, но некрополь на самом деле на пушках, когда ты держишь от первого лица, не так сочно смотрится, как тот же гексагон. Гексагон поинтереснее, некрополь сбоку, вот когда пушку поставишь, реально вроде сочно, красиво. Но, опять же, вот этот перебор, везде эти черепки, черепки, это какая-то пацановская тема школьная. Вот, либо для наркобаронов из Пуэрто-Рико. Ну, в принципе, сойдет. Красиво, не спорю. Но пока что, я считаю, гексагон самое то. Челюсти там еще обосранные, еще кто-то, неплохо, неплохо. Челюсти даже годно, потому что вот этот небесно-голубой цвет, цвет морской даже, Марианской впадины, он в принципе смотрится неплохо. Кстати, если Марианскую впадину на самое дно опуститься, дно есть в Марианской впадине. Постучать, ухо, бац-бац, и снизу запечатать. Вот фейс, да. Ну, давай, что ли, о самом наболевшем, об уроне. О, Кэп, это я с тобой согласен. Урон в нашей игре вообще больная тема. Долгие годы мы считали, что вот сколько показано вот на кресте урона этого красного, да, это насколько близок противник от смерти. Более того, считали не только большинство игроков, и я тоже. Даже многие киберспортсмены кричали, когда увидят, фу, крест, они кричали, 90-90, он там на одну тычку. Хотя, хрен там плавал. Крест никогда, оказывается, так не работал. Только наши разработчики почему-то об этом не создавали отдельную статью, популярно не объясняли. Где-то как-то, где-то там что-то говорили, но никогда нормально до нашего сведения не доводили. А оказывается, крест работал так. Вот этот крест урона, он всегда работал так. Чем больше крест, тем больше своего изначального урона нанесла пуля, снаряд. И всё. То есть, это вообще, короче, к хп отношения не имело, какой запас у противника. А вот теперь крест будет работать так, как мы всегда и считали. То есть, чем больше крест, тем у противника меньше хп. И, соответственно, когда крест полностью стал красным, противник умер. Да. В принципе, так должно было быть изначально. Но в нашей игре... Эм... Да. Как бы, Москва не сразу строилась. И Warface не сразу потонул. А правда говорят, что там достижений что-то очень много добавили? Есть такое, кэп. Достижений действительно добавили много. Они многие красивые, интересные. Знаете, такой вот там челлендж появляется для многих. Ачивка дрочеров. Я к ним не отношусь, поэтому, собственно говоря, все те достижения, которые мне были интересны, ну, может быть, только король Warface ещё сделаю. И то, по-моему, у меня большая часть для него выполнена, если не всё. Вот. А так, большинство достижений, которые есть новые, они действительно хороши, они действительно красочные. И я думаю, что они, поистине, ачивка дрочеров займут надолго. Поэтому, поздравляю вас, дорогие. Для вас реально сочный контент завезли. Да. Хм, занятненько. Надо бы будет набить. А что там у нас по улучшению старых пушек? О, кэп. Что касается улучшения старых пушек, это чуть ли не любимая песня наших разработчиков. И они постоянно говорят, что вот мы то улучшили, мы это улучшили. Ну, дорогие разработчики, дабы не быть голословным, я использовал самые точные технологии. Да. И проверил отдачу на АК-103, Беретта МХ-4 Storm, а также штурмовой винтовки Галил Арт. АК-103 практически не изменил существенно своей отдачи. Да, она стала вроде чуть-чуть как-то мягче, чуть-чуть вроде как лучше, если делать это всё рукой. Но на практике технология работает примерно так же, как и раньше. Поэтому вот эти все отчёты, мы улучшили отдачу, немножко не соответствуют действительности. Плюс-минус то же самое. То же самое касается Беретта МХ-4 Storm. Да, вроде помягче стало, поприятнее, не такая высокая, но в принципе технология работает. То есть отдача существенно, глобально, точно не менялась. То же самое можно сказать про штурмовую винтовку Галил Арт. Но тут надо сделать некоторые замечания. Дело в том, что Галил, он не стал лучше, понимаете? У него просто немножко другая отдача, и теперь даже старая технология куда-то вправо вниз перекашивается. Если гасить эту отдачу рукой, то поверьте, она не намного-то приятнее, нежели старая отдача. И вот тут хочется ещё раз заметить и попросить наших разработчиков. Либо не позорьтесь, не делайте вот этих заявлений, когда фактически вы то же самое оставляете там улучшили на 5%. Это даже большинство не заметит. Вот если меняете отдачу, меняйте нормально. Вот была у Галил Ара его отдача, а стала отдача как у АК-12. Вот это я понимаю буст. Вот это действительно эту пушку сделают совершенно другим уровнем. Конечно, по причине своих ТТХ, Галил даже с отдачей АК-12 от любого доната будет очень далеко. Но во всяком случае, это уже будет теперь приятное оружие, и с ним действительно будет приятно играть, и с ним будут играть даже многие ветераны. А вот эти все заявления мы сделали лучше, зашёл, попробовал, понял, что такое же говно вышел, это неинтересно. Не расстраивайте людей, делайте реально сочно. А ещё что-нибудь годненькое есть? Что ещё годного на ПТС? Не знаю, раки там есть. Да. Собственно, если честно, на ПТС на этот раз самое интересное, друзья, это вот карта чёрное золото. Это вот реально прямо ма, это смак, это шик, это прямо супер. Разработчики, к вам просьба. Всё то, что я сказал, учесть, с этого надо, блин, выпилить. Пушки, если апайте, апайте нормально, так, чтобы видно было, чтобы я взял специальную технологию, она, ва, ва. Вот, сука, всё совершенно другое на экране. И мягенько, и хорошо, сука, и лучше, чем с макросом. Вот это действительно будет. Вот это вот, как вот, по-человечески, понимаете. Отдача, как у Дезертека, СНГ-45, там, АК-12. Это нормально, это для людей сделано. Я считаю, что недонатное оружие, которое говно по ТТХ, вот оно как раз вообще отдача нет. Она всё должна стрелять, как СНГ-45. Вот серьёзно. Ну, дорогие зрители, вы со мной согласны? Я думаю, согласны. Если уж оружие по ТТХ по множителям говно, то пусть хотя бы оно вообще не имеет никакой отдачи. Это таки будет справедливо. Да. И, кстати, что хотел сказать. Если данное видео вам понравилось по каким-то причинам. Кстати, тайм-кода не хватило. Я повторно вставил, сука. Всё нормально, вообще, мы поняли. Яйки чешите обязательно, лайки ставьте, похер, как бы, как хотите. В армию нашу вступайте, в нашу можно в украинскую, можно в американскую. Да куда хотите, ребят, ну, это ваше дело. Да. Всё, как бы. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok